Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе Иисус Целитель. Мы замечательно проводим время последней пару эпизодов, уча о нашей власти во Христе. И я рекомендую вам прослушать предыдущие эпизоды, потому что мы продолжим изучать эти истины и хотим, чтобы вы во всей полноте поняли то, что уже было сказано. А сегодня возьмите свою Библию и учитесь вместе с нами. Возьмите блокнот, ручку или карандаш и станьте учениками. Не просто сидите, слушая в полуха. Сосредоточьтесь, вовлекитесь и примите то, что Бог вам приготовил. Овладейте этими истинами. Позвольте им опуститься в ваш дух. Именно попав в ваш дух, они будут действовать для вас. Принимая и прокручивая их ментально, вы не увидите особого осуществления их в своей жизни, только ухватившись за них сердцем. А для этого нужно сосредоточить на них внимание, позволить им наполнить и пропитать все внутри вас. Так что мы призываем вас, высвобождайте сегодня свою веру и ожидайте перемен. Пусть свет истины придет и поселится внутри вас. Сегодня, как и в предыдущих эпизодах, мы снова начнем с чтения восьмого псалма, с пятого стиха. Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами. Ветхий Завет был написан на иврите. И вместо слова «ангелы» здесь употреблено слово «элогим», что значит «бог». То есть этот стих звучит следующим образом. «Ты сделал человека немногим ниже Бога, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою». Здесь глубоко раскрыты планы и цели Божьи для нас. Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Он не сотворил нас, чтобы мы были жертвами, жертвами этого мира, жертвами греха. Он сотворил нас, чтобы мы господствовали над грехом, господствовали над делами дьявола. Бог поставил нас владыками над обстоятельствами, атакующими нашу жизнь. Мы своей властью и владычеством решаем, каков будет исход этих обстоятельств. Итак, седьмой стих. «Бог поставил человека владыкою над делами рук Божьих, все положил под ноги его». В первой главе Ефесянам мы читаем, что сила Божья воскресила Христа из мертвых и посадила его превыше всякого начальства, власти, силы и господства. Все это пыталось противостать его воскрешению из мертвых, но потерпело неудачу. Все это было полностью поражено и сокрушено. Сила врага была уничтожена Иисусом. И та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, не только подняла его из могилы, но и посадила его на кресло по правую руку от отца. И что чудесно, в Ефесянам сказано, что это произошло не только с Иисусом. Там в продолжении написано, что по великой Божьей любви к нам он и нас воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы говорили в предыдущем эпизоде о том, что тело – это единое целое, состоящее из многих частей. И то, что принадлежит голове, принадлежит и телу. То, что принадлежит телу, принадлежит и голове. Нет, они неразрывны. Иисус – глава, у Него есть власть, и Он разделил эту власть с телом. Так что мы не заработали эту власть своими делами, мы ее не заслужили. Та власть, что у нас есть на земле, наша власть над дьяволом – это власть, которую Иисус завоевал и разделил с телом. Он дал телу ту власть, которая принадлежит Ему самому как голове. Предположим, вы у себя дома, хотите из одной комнаты пойти в другую. Ум, который в голове, принимает это решение. Я встану и пойду в другую комнату. Но тело осуществляет это действие. Голова не выполняет это действие самостоятельно. Она делает это посредством тела. И Иисус осуществляет свою власть через тело. Иисус не осуществляет свою власть отдельно от нас. Он осуществляет свою власть на земле посредством тела. И важно осознавать, что у нас есть роль в применении Божьей власти. Аминь. Нам нужно понять, что власть – часть нашего наследия. Спасибо Богу за его благословение, которые нам принадлежат благодаря тому, что мы во Христе. Исцеление, процветание, победа, мир, радость – все это нам принадлежит. Но давайте не будем забывать и о владычестве. Владычество, власть тоже нам принадлежит. Это часть наследия тех, кто един со Христом. В пробуждении последних дней будет такая мера чудес, исцелений, освобождений, демонстрации силы, которую прежде не видело ни одно поколение. И это произойдет в том числе благодаря более полному осознанию и применению нашей власти. Да, чудеса приходят, потому что мы верим Богу, но благодаря тому, что мы ходим в своей власти, живем в своем владычестве и используем его. Так что пробуждение последних дней требует большего понимания власти, принадлежащей нам во Христе, и применения этой власти. Ведь так часто люди обвиняют Бога. «Почему ты позволяешь этому происходить в моей жизни? Почему ты позволяешь тому происходить?» Голова позволяет то, что позволяет тело. Аминь. Вопрос не в том, почему Бог что-то позволяет, а почему тело это позволяет. Почему мы разрешаем чему-то происходить? Ведь нам дана власть на земле, чтобы помочь осуществить план Божий и волю Божью на земле. Помните, в Матфея 18, 18, Иисус сказал, «Все, что вы свяжете на земле...» Заметьте, Он не сказал «все, что Бог свяжет на земле». «Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе». Что это значит? Небеса вас поддержат. Сила Божья начнет действовать, поддерживая вас в том, что вы связываете своими словами. Затем Иисус продолжил, «И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Снова мы видим, что что-то должно произойти на земле, и тогда небеса выйдут навстречу тому, что начато на земле. Аминь. Нам нужно что-то делать, не так ли? Нам нужно что-то делать. Нам нужно править и царствовать в этой жизни. Мы говорили об этом в предыдущем эпизоде. Благодаря тому, что Иисус сделал для нас, Он дал нам царствовать в жизни. Что такое царствовать в жизни? Это не значит господствовать над другими людьми. Это значит править и господствовать над обстоятельствами, восстающими против вас. Всему, что идет против вас, у вас есть право сказать, «Я запрещаю это в моей жизни. Я запрещаю это у себя дома. Я запрещаю это в моей семье. Я запрещаю это в моих финансах. Я запрещаю это в моем теле. Я запрещаю это в моем уме». У вас есть право запрещать. И у вас также есть право высвобождать, разрешать то, что вы хотите, чтобы произошло. Аминь. Иисус сказал, «Будет ему, что не скажет». Так что используйте свою власть. И так важно понимать, что власть дана не только для кризисных времен. Власть дана на каждый день. Власть нужно использовать каждый день. Знаете, мы с мужем воспитали двух сыновей. И мы использовали свою родительскую власть не только когда у наших сыновей был какой-то кризис. Мы использовали свою власть каждый день. Власть была нормой в нашей семье. Она была частью воспитания, частью обучения детей. Итак, власть существует не только для кризисных времен, чтобы привести что-то в порядок. Власть поддерживает порядок. Она не дает порядку нарушиться. Аминь. Бог хочет, чтобы мы взяли ту власть, что Он нам дал, и царствовали в жизни посредством ее. Помните, что слово говорит в 6 главе Римлянам. «Грех не должен над вами господствовать». Что это значит? Если у греха нет господства, то и у дьявола нет господства. Грех проистекает от дьявола. У греха нет господства, потому что у дьявола нет господства над нами. Аминь. Мы сменили господ при рождении свыше. Мы избавлены из царства тьмы и введены в царство Его возлюбленного Сына. В этом царстве есть власть. В этом царстве есть владычество, и нам нужно воплощать царство Отца. Мы применяем не просто человеческую власть, а божественную власть, данную нам, потому что мы одно с Отцом. Аминь. Аллилуйя. И нам дано право жить так, словно у нас нет врага. Почему? Потому что Иисус сделал нас господами над дьяволом. Дьявол не хочет, чтобы вы знали, что у него нет над вами господства. Оглянувшись вокруг, можно увидеть столько людей, на которых влияет господство врага над ними. Он строит им козни. У него есть доступ к их жизни, но не к нашей. Если же мы невежественны и не применяем свою власть, то в невежестве мы можем открыть дверь для дьявола. Аминь. Но мы вовсе не обязаны это делать. Не обязаны. Невежество держит человека в состоянии жертвы. Нам нужно знать, что Иисус нам обеспечил, чтобы жить в победе, применяя свою власть и владычество. Всем духом и сердцем ухватитесь за истину, о которой мы учим в этих эпизодах, что дьявол уже побежденный враг. Подходите так к каждому противостоянию. Оно уже побеждено. Этот симптом Иисус уже победил. Этот недостаток Иисус уже победил. И я применяю эту победу. Как насчет плохих привычек? Как насчет зависимости? Как насчет извращений? Я хочу, чтобы вы знали, если вы принадлежите Христу, Иисус все это уже победил. И если вы принадлежите Христу, у вас есть право жить в свободе от всего этого. Вы скажете, если Он меня освободил, почему же я это чувствую? Ваше дело осуществлять эту свободу, применять это владычество, применять эту власть. Аминь. Я вот чему научилась. Когда человек понимает свою власть во Христе и использует ее, дьявол больше не может им помыкать. А враг помыкает столькими людьми, хотя так не должно быть. В вашей жизни будет все, с чем вы миритесь. Мы со слишком многим миримся. Мы многое принимаем, со многим свыкаемся, с недостатком, болью, симптомами, неразберихой, ссорами. Мы миримся. Но стоит и решить. Стоит получить откровение, что все это больше не владычествует над нами. И вы скажете, погодите-ка, я запрещаю все это. Помните, что Иисус сказал нам в Матфея 18, 18. Все, что вы свяжете, будет связано на небе. Все, что вы высвободите, все, что вы позволите на земле, будет высвобождено на небе. Связать – значит запретить. Людям нужно запрещать определенные вещи в своей жизни. Запрещать определенные вещи в своем браке, в своих финансах, в своем бизнесе, в своем теле. Запрещайте. И когда вы запретите, небеса вас поддержит. Сила вас поддержит и приведет этот запрет в исполнение. Также вы освобождаете. Всему, в чем вы нуждаетесь, говорите «прийти». Прекратите жить, сводя концы с концами. Скажите полному обеспечению прийти к вам. Это часть вашей власти во Христе. Каждый день применяйте свою власть во Христе. И родители, у вас есть власть поддерживать порядок в доме. У вас есть родительская власть, родительские полномочия. Когда родители не применяют свою власть, поверьте, она не остается невостребованной. Дети берут ее в свои руки. Ребенок может стать начальником в доме, если родитель сложит свои полномочия. Точно так же с дьяволом. Если вы не используете свою власть, дьявол начинает действовать. Он начинает двигаться в вашей жизни, действовать против вас. Аминь. Когда родители не выполняют свою роль и не применяют свою власть, дети контролируют дом. Они диктуют все, что происходит. Диктуют атмосферу в доме. Диктуют реакции в семье. Аминь. В вашем доме будет происходить все, с чем вы миритесь. Если у вас дома происходит что-то неправильное, перестаньте с этим мириться. Аминь. Я так дорожу тем, как мои родители воспитывали своих четверых детей, из которых я была младшей. Моя мама знала, кто главный. Она знала, кому принадлежит власть. Точно не одному из четырех детей. Она ни разу не передала нам свою власть. Мы никогда не занимали кресло власти в нашем доме. Мама с этого кресла не вставала. Она его не покидала. Папа постоянно работал. Он был фермером. Он отсутствовал по 18-20 часов в сутки. Поэтому в основном дома с детьми была мама. И у мамы замечательно получалось занимать свое кресло власти в доме. Она неплохо справилась, потому что трое из нас стали пасторами. Трое из четырех детей. Почему? Потому что она не впускала неправильные вещи в дом. Она не подпускала неправильные вещи к нам. Аминь. Она применяла свою власть. Мы даже не знали, что такое перечить маме. А сегодня, куда не пойдешь, удивляешься, что родители не умеют применять свою власть в семье. И это очевидно в их семье. Но даже если родитель сложил свои полномочия и лет 10-15 не использовал свою родительскую власть, знаете ли вы, что она все равно ему принадлежит? Использует он ее или нет, она все равно принадлежит его позиции. Она принадлежит позиции родителя. Мы воскрешены и посажены. У нас есть позиция на небе, во Христе. И власть принадлежит этой позиции. И даже если мы не использовали свою власть годами, она все равно принадлежит этой позиции. И мы можем взять эту власть и использовать ее. А не говорить, что она нам не принадлежит просто потому, что мы ее прежде не использовали. Она все равно наша. И если родитель отдал свои полномочия детям, он все еще может взять эту власть назад. Почему? Потому что она все еще принадлежит его позиции. Использовал он свою власть или нет? Аминь. Если родитель осознает, моя семья движется в направлении, которое меня не устраивает, у него есть право восстановить порядок. Как применить свою власть в семье? Аминь. И решив применить свою власть дома, после того, как она была в руках детей, вы можете наткнуться на сопротивление. Они могут брыкаться против этого. Почему? Они вас предупреждают. Уберите свои руки от власти. Они хотят, чтобы вы оставили ее им. Они пытаются заставить вас подумать, что ваша власть не работает. Но ваша власть все еще работает. Дьявол ведет себя точно так же. Он не хочет, чтобы церковь знала свою власть. И когда вы поднимаетесь и начинаете использовать свою власть, он обостряет противостояние против вас в попытке помешать вам начать использовать эту власть. Он хочет оттолкнуть вас назад. Он привык быть у власти. Он привык руководить жизнями людей. Он привык красть, убивать и губить. И его не устраивает, когда кто-то приходит на ту территорию, которую он привык занимать. Но эта территория не его, если вы принадлежите Христу. Это территория ваша. Вы прогоните его. Прогоните его. И как бы он вам не противостоял, пытаясь одурачить, провести, обмануть вас, что власть не работает для вас, ваша власть работает. Когда моему старшему сыну было лет 8 или 10, однажды утром я открыла входную дверь, и там был бродячий пес, которого я никогда раньше не видела. Он просто сидел на крыльце. И этот пес стал лучшим другом моего сына. Пес знал, если я хочу попасть в дом, мне нужно найти Стивена. Потому что я обычно не запускала его в дом. Это не была домашняя собака. Знаете, некоторые собаки превосходно чувствуют себя дома. Но это был охотник. Он был крупным и линял. И я не особо хотела запускать его в дом. Я была не против погладить его на улице, но не дома. Но если он хотел попасть в дом, он знал, чтобы попасть вовнутрь, нужно найти Стивена. И как только открывалась дверь, он не бежал в гостиную, он бежал в комнату Стивена. Он знал, куда бежать, чтобы получить доступ. И дьявол знает, кто даст ему доступ. Дьявол знает, кто позволит ему остаться. Вам нужно иметь репутацию в царстве дьявола. Этот человек с нами не сотрудничает. Этот человек не дает нам доступ. Аминь. Дьявол знает, кто поддается ему, а кто нет. Дьявол знает, кто противостоит ему, а кто нет. Вы скажете, пастор Нэнси, я не противостоял ему. Это можно изменить сегодня, прямо сейчас, прямо сейчас, сто процентов. Аминь. Дьявол хочет заставить вас думать, что ваша власть не работает для вас, но она работает. Он хочет оставить вас в неведении. Именно так он продолжает действовать, держа вас в неведении. Аминь. Помню свидетельство человека, преподававшего в одной школе исцеления. Там каждый день проходили уроки божественного исцеления, на них разбирали места описания об исцелении, которое нам дано. Посещение было открыто для всех желающих. И один из служителей, преподававших в этой школе, сделал интересное наблюдение, которым он со мной поделился. Он сказал, в этой школе исцеления люди получали откровения о том, что принадлежит им во Христе, и каждый раз, когда мы затрагивали тему власти во Христе и учились, что нужно противостоять симптомам, противостоять дьяволу, тут же происходило обострение болезней в течение следующей недели. Почему? Потому что дьявол сопротивлялся этому откровению, сопротивлялся этому знанию, и он нападал, обострял атаки на физическое тело. Он пытался заставить людей думать, что это не работает для вас. Дьявол противостоит этому откровению. Вы спросите, а есть ли такой пример в Писании? Как насчет Сидраха, Мессаха и Авдинага? Трех евреев, которые служили и поклонялись Богу. Царь издал указ, что каждый в его царстве должен склониться перед золотым истуканом, изображающим его самого. И Сидрах, Мессаха и Авдинага отказались это сделать. Они сказали ему, мы не поклонимся. Что они сделали? Они использовали свою власть. Мы не станем этого делать. Они сказали это царю. И он повелел, разожгите печь в семь раз сильнее. Что он сделал? Усилил противостояние. Усилил противостояние. Почему? Чтобы заставить их подумать, что то, что они сказали, не сработает для них. Но что сделали Сидрах, Мессаха и Авдинага? Просто продолжили делать то же, что они уже делали. Они не изменились. Как они применяли свою власть, так они и продолжили стоять в своей власти. Они сказали, мы все равно не склонимся. И что произошло? Небеса их поддержали. Сила пришла. Иисус проявился в огне. Аминь. Вот что интересно. Царь сказал, разожгите печь в семь раз сильнее. Их позиция власти заставила царя сомневаться в силе огня. Огонь есть огонь. И, несомненно, эту печь уже прежде использовали для наказания других непокорных. Но когда они сказали, мы все равно не поклонимся, царь подумал, ха, уж лучше разжечь печь в семь раз сильнее. Если печь работает, какая разница, насколько она горяча? Раз работает, значит, работает. Если дьявол что-то обостряет, значит, он боится того, что вы только что сказали. Он показывает, что он сомневается в том, что его план против вашей жизни сработает. А что вам делать? Не переживайте. Не важно, что симптомы обостряются. Не важно, что обстоятельства ухудшаются. Просто стойте на своем. Аминь. Просто стойте на своем. Потому что, если вы не уклонитесь от своей власти, Бог каждый раз вас поддержит. Аминь. Слава Господу. В первом послании Петра 5, 8 сказано, «Трезвитесь, бодрствуйте». То есть, держитесь. Будьте бдительны. Будьте внимательны. Потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. То есть, просто не отступайте. Просто продолжайте сопротивляться. Просто оставайтесь там, где вы есть. Если вы смотрели какие-нибудь передачи о львах, лев – царь джунглей. Он на вершине пищевой цепочки. И когда он слышит какие-то угрожающие звуки со стороны животных, которые ниже его, он не вскакивает и не убегает в панике. Он просто остается на месте и лишь поворачивает голову в этом направлении. И мудрое животное скажет, «Пойду-ка я в другое место». В нас лев из колена Иудина. Мы не паникуем, не вскакиваем и не убегаем. Когда что-то пытается выйти из строя, мы смотрим на это и говорим, «Ты серьезно? Ты точно хочешь бросить мне вызов? Власть принадлежит нам. Давайте ее использовать». Аллилуйя. Слава Господу! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.